Хоба! Привет, с вами доктор Влад. У нас плюс 16 с утра. Ну давайте новости опять дурацкие. Так, королева Елизавета II приняла Листрас в качестве нового премьера Великобритании и утвердила новых министров в правительстве Листрас. Ну хорошо. Так, что ещё? В сети появились сообщения о боях в районе Балаклеи под Харьковом. Столкновение. Война идёт, ребята. Так, я вчера Пянтковского послушал. Вот он прям вот горит, чтобы разбомбили Крымский мост и забрали Херсон. Всё время говорит, что это конец Путина будет. Ну пока нет. Так, Италия планирует удвоить объём закупок газа в Алжире, только чтобы от русских отделаться. Миссия МАГАТЭ не признала вину Украины в обстрелах за ЭС. Путин там ножками сучил, рал. Вообще много высказываний Путина, но я не буду их озвучивать. Тошно. Так, вот опять пролист Трасс. Трасс станет третьей женщиной на посту премьера Великобритании. И кто там были? Тереза Мэй. Так, и ещё какая-то тётя была. Маргарет Тетчер. Ну хорошо. Так, Раша Тудэй не открывается. И чё там было? Трамп назвал, Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина умными руководителями. Ну, вы поняли уже давно, кто такой Трамп. А это у меня что такое по-нерусски? Так, Россия покупает миллионы ракет и артиллерию, ну снаряды у Северной Кореи. Угу. Ну, свои закончились. Опять сегодня Раша Тудэй мне сегодня не открывается. Так, раненый при покушении комендант Бердянска скончался. Ну, комендант в смысле русский. Скончался. Так, и следующая новость через пять минут. Информация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась. Непонятно, он скончался или нет. Так никто и не знает до сих пор. Не Бензя, ну вот этот лысый, заявил, что Россия может не продлить сделку по вывозу зерна с Украины. А почему? А потому что Россия не смогла вывезти ни одного судна с продовольствием. Ах, как хорошо-то. Так, в США заявили о готовности Индии обсуждать лимит цен на российскую нефть. Так, нож в спину от Индии, России. Так, Кремль призвал россиян готовиться к худшему. Это уже Песков так заявляет. Так, Аркадий Ротенберг назвал риски разворота на восток сложности в переговорах с новыми партнерами. Никто не знает там восточных языков, ну и никак мы не договоримся, он сказал. Так, вот интересно, вот тут вот фраза, вот дикая совершенно. По мнению Ротенберга, у России есть что предложить китайскому рынку, кроме энергоресурсов, готовые товары, это лапти что ли, валенки, продукция сельского хозяйства, лебеду, да, биоресурсы, химия, образование и даже религия. Ну это они идиоты все, вы понимаете, идиоты. Так, Еврокомиссия утвердила полную остановку упрощенного визового режима с Россией. Ну так, так ожидалось. Так, Испания направила пятый самолет с боеприпасами крупного калибра для Украины. Ну давайте по крымскому мосту-то крупными. Так, США признали противодействие России в воздухе на Украине. Да, ну конечно. Так, стало известно о взрывах в Херсоне. Десять взрывов. Так, в Херсоне прогремело, предположительно сработало ПВО. То есть они сами не знают, что-то взрывается. А что взрывается, мне никто не знает. Может быть ПВО. Так, Путин призвал сделать путешествия доступными для всех россиян. Так, путешествия должны быть доступны всем россиянам с разным уровнем дохода. И что за путешествия? Путин поручил уделить особое внимание обустройству туристических троп. В Индии слонов закупят, а они будут протаптывать туристические тропы. Эдиотизм. Так, упса, известная журналистка покинула Россию. Это кто? Евгения Альбац. Да, ну вы все ее знаете. Да, покинула. Уехала в Нью-Йорк. В Нью-Йорк. Вот она сама тут говорит. У меня было четыре административки. Так, объявили иностранным агентом. И в общем уже остались недели, чтобы меня арестовали. Я, говорит, уехала. Так, Раша Тудэй сегодня не открывается вообще в упор. В упор. Ну-ка, что тут? Что тут хоть было-то? Центробанк России ограничит продажу неопытным инвесторам. Да, требуется подопытный кролик. Подписано опытный кролик. Это объявление такое. Россия собралась изменить глобальную финансовую систему. Ну, все в России будет менять. Так, Кристину Асмус обвинили в дискредитации армии. Так, за артисток взялись. Так, актрису Рудину оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии. И что такое? Не объясняют. Артистки. Ах, артистки на стороне Украины все, да. Так, телеведущая перенесла инсульт в прямом эфире. Ну, это мне знакомо, ребята. Я тоже переносил, помните, да, в апреле 2001. Так, как ее зовут? Джули Чин. Это в США. Она начала запинаться. Т-т-т. Доставили в больницу. И там медики выяснили, что у Чин начался инсульт. Это что-то часто получается. У меня было. Вот у Джули Чин тоже. Но у меня, правда, не в прямом. Я записывал, дополз и опубликовал. Ну, вы помните. Так, ледник судного дня из последних сил удерживается на своем месте. Это что такое? Какой-то ледник судного дня. Если он сползет, значит, он может существенно поднять уровень мировой воды. Хорошо бы Питер затопило и Краснодар. Остальные города меня не интересуют. В Москве ограничат продажу алкоголя в день города. В Москве день города. 10-11 сентября. Ну, Москва будет бухать. Уже закупились, да. Так, россиянин назвал последствия своей жизни в Аргентине. Он скучал по России страшно. Да, и готовил даже борщ, чтобы вспомнить Россию. И понял, что пора возвращаться. Дебил, чё? Калининградским врачам дали по 9,9 с половиной лет по делу о смерти младенца. Второй день это вот это... Да, убийство недоношенного младенца. Нифига себе, врачи. Суши, 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 нет, не суши, суши бар в Нижнекамске закрыли на 45 дней из-за обнаруженной в нём кишечной палочки. Да, официант споткнулся, там палочка валялась, кишечная споткнулся, упал. Россиянин застрелил женщину за выгул собаки без намордника. Это в Новой Москве. Застрелился, да. Насмерть. В голову. 1 мая сообщалось... Ну, это давно же было. Ну, всё равно уж начал читать. Полицейский вынужден был стрелять из автомата при задержании пьяного мужчины в кафе на Новом Арбате. Москва. Сотрудников ВСИН посадили за попытку спрятать 300 свёртков с наркотиками. Сотрудник ВСИН, прикиньте, да. Так. Россиянин арестовали за убийство, отказавшиеся дать ему денег в долг соседке в Подольске. Ну, это тоже, считай, Москва. Рязанка оформила на бывшего возлюбленного кредиты на полмиллиона рублей. Вот отношения. В наше время ещё какая-то любовь была, а сейчас кредиты. Так, что ещё? Так. Российскую певицу Машу Распутину. Чё, обвинили? Нет? Нет. Ограбили в Турции. Она пришла за покупками в элитный магазин, выбрала несколько вещей, отправилась в примерочную, оставив свою сумку в зале на столике. Ну, тупая она. Пока она примеряла вещи, сумку украли и не нашли. Смолянам рассказали о судьбе земляка, который выпал из окна. Хреновая у неё судьба, ребята, да. Так. Дженнифер Поппес рассказала, как ей удаётся выглядеть молодо в 53 года. Можно подумать в 53. А как можно выглядеть в 53? Так. В Москве подполковник полиции ранил восьмиклассника из пневматического оружия. Нифига себе, пострелял, да. Так. Рост оказался недолгим. Стали известны провальные результаты августа в российской экономике. Ребята, это русский какой-то источник, да. Это не украинцы пишут, это русские сами про себя проваливаются. Так. Это что у меня твиттер пошёл. В России в два раза перевыполнен план по утилизации отходов. Это заявил Путин. Утилизация отходов. Так, отправку россиян на войну в Украину ещё никто не называл. Угу. Утилизация отходов. Главный оппозиционный политик Алексей Навальный незаконно удерживается в тюрьме уже 595 дней. И кто же его выпустит-то? Газпром опубликовал ролик, в котором компания перекрывает газ и наступает ледниковый период в Европе. Ролик рассчитан исключительно на тупорылых, считающих, что газ есть исключительно в России. И что интересно, вот тут дальше об этом ролике, в мерзком пропагандистском ролике, в котором Газпром глумится над замерзающей без газа Европой, показаны виды зимнего Красноярска. Города, который не газифицирован и отапливается угольными ТЭС. Да, нифига себе. Так, эй, Европа, вы что, хотите как в Красноярске? Так, Пентагон изменил формулу расчета скорости и высоты для GPS на территории проведения специальной военной операции. В результате калибры стали падать, они замедляются и их сбивает враг. Переключили на ГЛОНАСС, стало только хуже. Нет у нас больше высокоточного оружия. Вот так вот, ребята, да. Суд в Иране приговорил двух ЛГБТ-активисток к смертной казни. Их обвинили в распространении разврата на земле посредством распространения гомосексуальности. Вот так. Они выступали против Исламской Республики. С ума сойти. Еще раз, Россия покупает боеприпасы у Северной Кореи. Так, снарядов и ракет не хватает. А Китай не готов поставлять технику из-за санкций. Остаются КНДР и Иран, которые давно под санкциями. Ну, им хуже уже не будет. Рамзан Кадыров, на днях намекнувший на свой бессрочный отпуск, заявил, что не имеет права оставить пост главы Чечни и сделает это, только спросив народ. Это уже было, ребята. Год или два назад он тоже собрался, потом спросил народ, и народ слезно его умолил остаться. В Калужской области начали строить мультиколонию, город для заключенных. Здесь будут учреждения разных типов, следственные изоляторы, производство, медцентр и даже дом ребенка. У нас будут собственные концлагеря с казино. Нифига. Звучит потрясающе, да. Воронежцам без опыта предлагают работу с зарплатой до 300 тысяч рублей, но в Украину, конечно, дают ружье и вперед. Великобритания преодолеет кризис, который вызван путинской войной, заявил Борис Джонсон в своей прощальной речи. Если Путин думает, что он может победить шантажом и буллингом, то он глубоко заблуждается, сказал уходящий премьер-министр. Вот мужик, а? Вот редкий мужик. Так, ровно 50 лет назад, и, ребят, вот, да, я несколько раз что-то себе помечал и так и не сказал. Ровно 50 лет назад, 5 сентября 1972 года, на Олимпиаде в Мюнхене, палестинские террористы захватили израильскую команду. 11 заложников погибли. Осмысление той трагедии далось Германии с большим трудом. Да, я помню это, по телевизору показывали. Так, я в школе учился. Обделавшиеся в Украине Путин, Шойгу и Герасимов обиделись и улетели играть в солдатиков на Дальнем Востоке. Это Пианковский пишет. Да, там какие-то военные игрищи были на Дальнем Востоке. Россияне массово устремились на отдых в глэмпинге. Я первый раз слышу это слово, глэмпинг. Полез смотреть, что такое глэмпинг. Это гламур и кемпинг. Так, это что такое? Сама концепция появилась в Шотландии еще в 16 веке, когда при выезде королей и графов на природу устанавливались роскошные шатры. Вот что такое глэмпинг. Ну, в России тоже будет гламурный кемпинг. Ну, то есть, это котелки с инкурстацией, палатки с вышивкой решелье, да, глэмпинг. Какая дичь вот это все. Так, МВД объявило федеральный розыск режиссера Виталия Манского. И за что его так? Несколько месяцев назад он сказал Ксении Собчак, что на ММКФ, ну, это московский, якобы, международный кинофестиваль. Так, и что там? Воруется не меньше 85% бюджета. И вот заявил, ага, Михалков обиделся, обиделся, подал в суд, вот теперь его ищут, ищут. Ну, ладно, что тут, я уже заканчиваю. Зеленский первым из президентов провел переговоры с новым премьер-министром Британии Ли Страсс. Молодец мужик, подсуетился. Молодец, вот молодец. Так, и последнее, ну, вот дикость. Дикость, вот прям вот вишенка на торт. Диетолог Арзуманян посоветовала есть при появлении чувства голода. Да, и в туалет ходить, если захотелось пописать. И ложиться спать, если вдруг сонливость появилась. Вот ну, почем интересно сейчас в Ереване? Она кто такая Арзуманян в Ереване? Почем дипломы врачебные, диетологические? Ну, в общем, вот так вот. Так что, ребята, кушайте, если у вас появилось чувство голода. Вот такая медицина. Другой у меня для вас нету. Пока, всего хорошего. С вами доктор Влад и две спящие собаки. С вами был Игорь Негода.